Бросьте вызов самой природе в Кланфолк, симуляторе средневековой колонии в суровом шотландском высокогорье. Взяв под контроль небольшой клан, вы научитесь выживать, разводить скот, собирать урожай и противостоять беспощадной зиме. Процветающий постоялый двор, богатый центр торговли или просто уютное семейное поместье. Будущее этого пустого клочка земли и всех его обитателей зависит от вас. Ну что, поехали. Сразу скажу, что боевка не заявлена на ранний доступ, но уже присутствуют все основные функции, то есть все полностью можно, так сказать, прожить. Но эта игра не про боевку, но обещают ее позднее также в игру добавить, видимо, какие-то набеги или что-то в этом роде. Но тут очень большой хардкор, как заявлено с природой и всякое такое. Так, ладно, давайте. Я впервые, так что буду тормозить. Параметры мира, очки. Это, видимо, сколько озер? А почему если минус 3, типа, очки добавляются? Типа, это все благое, а если его много? Чучу хорошего. Ну ладно, в горах, например, залежи, может быть, каких-то ресурсов. В лесах древесины, паз... А-а-а-а... Зерно. Че, немножко по-рандомим? Ну давайте по-рандомим. Так, и... Я даже не знаю, во что вложиться. Просто для диких животных-то, наверное, пастбище нужны? Или по умолчанию оставить? Или всего по чуть-чуть добавить? Ну-ка. А-а-а, вот как тут получается. Ну, ой, а что это такое минус 1? А, минус 1 это я уже не создам. Ну давай тогда вот так. Пусть леса, пастбище, дикие животные по единичке вложили. Так. Продвинутые тени. И че мне надо сделать? Видимо, это то, что я смогу новую карту генерить. То есть, а-а-а, не. Все, все нормально. Ладно, меня это устраивает. Давайте создаем клан. Новое начало. Клан начинает обживать новые земли. Рекомендовано. Овцпасы. Молодая семья пробует себя на пастушьем поприще. Сложно. Сироты. Без родителей, с горской монет и парой кур. Они могут полагаться только на себя. Очень сложно. Либо можно какой-то кастомизированный старт. Пользовательский. Сначала попробовать пережить зиму. Давай просто новое начало. Вместе до конца. А это че? Брюс, Кэмерон. Ну-ка, новое начало. А это что такое? Мы были. Сплотимся. Не забудь. Никогда позади. Вместе до конца. Я прошел путь. На море и на суше. Победа или смерть. Не горю. Сияю. Не трогай кота без перчатки. Будь стойким. Слава. Награда за смелость. Успех порождает надежду. За свободу. Уоллес. Это, короче, название. За свободу. Так, вероятность выжить 50%. Ну, учитывая, что я не играл, я не знаю, насколько играет. Сложная, легкая. Так. А этот что такое? Неизвестно. В смысле? Состарить членов клана. Да, они состариваются, умирают. А, это предрасположенность. Починные навыки, что ли? Шитье, починка, земледелие. Собирательство, починка, строительство. Земледелие, готовка, шитье. Сбор урожая, собирательство, ремесло. А в чем разница между собирательством и сбором урожая? Предрасположенность Х2, а это множество радости 4. А, то есть тут есть то, чему они быстрее обучаются, но есть то, что доставляет им удовольствие. Даже не знаю. Ух ты, еще тут вон. Мрачная. Что это значит? Веселье минус 1 секунду. Тучи преследуют ее по пятам. Пессимист. Настроение минус 1000. Макс. Всегда готовится к худшему. А, то есть это наоборот хорошо. То есть он морально устойчив. Как я понимаю. Крепкий сон, не реагирует на шум. Это хорошо. Крепкий сон, не реагирует на шум. Тоже хорошо. Цена сброса 5. Ну и подростки. Горное дело. Предрасположенность. Опыт 2. Детский ум. Ох ты, он быстрее учится. Да, там короче сказано еще, что пожилые как бы смогут обучать молодых. Им что-то показывать и так далее. В общем, очень интересно. Строительство. Но ему оно не нравится. Нужно радости минус 2. Строительство. Готовка. Земледелие. Ох ты, еще младенец. Боится темноты. Нифига. Боится темноты. Неутомимая. Медленно устает. Могу удалить. Также у меня петух. Несушка. Несушка. Ну это кто не знает. Курица. Копченое мясо. Сушеные грибы. И видимо это остаток у меня 20 монет. Короче, я понял. Это бабушка с дедушкой. Типа пожилой. Ух ты. А им совсем не так много осталось. Смотрите. Смотри-ка. Бабушка уже вообще. У нее максимум из максимума. И что мне с этим делать? Она что в старте игры прям это? Конце отдаст или как? Эти как бы средние. А это уже их дети. Слушай, как кого-то заменить. Цена сброса 5. А откуда она цена-то? Ну-ка бабушка, например, попробуем сбросить. О, нифига себе. Монеты отнимаются. Почему у нее все равно 64 тысячи четыреста и 64 тысячи четырехсот? Убираться ей не нравится. Ишь чё? Ну вот этот донт, мне кажется, крутой. Потому что у него и собирательство, и сбор урожая. Как раз два бонуса. То есть его можно чисто на это назначить. И будет нормас. Она, в принципе, земледелие и готовка. Ну так неплохо. О, шитье одежды тоже к зиме подойдет. Горное дело тоже подойдет. То есть мне кажется, эти вот неплохо сделаны. Этот готовка тоже очень неплохо. Можно его туда назначить. И строительство тоже неплохо. Вот на этих просто я особо не хочу полагаться. Ну, починка, наверное, полезна. Собирательство, не знаю. Готовка, уборка, ну такое. Давай еще бабушку порандомим. Охота, сбор урожая. Ну вот охота неплохо. А, цена сброса, причем увеличивается за каждый сброс. Ладно, обучение оставим. Ладно, начнем. А, во, можно имена заменять. Давайте тогда так и сделаем. Так, назову честь спонсоров канала. Дмитра, вот подростка. И мужчину Дмитрий Руперт. Кстати, Калум, как этот менеджер сообщества по баннерлорду Тейлвордс. Ну че, начнем. Добро пожаловать в клан Фолк. Без тщательной подготовки клана. Где на паузу поставить? А, на паузу. О, за это, кстати, спасибо, что обучалка на паузу. У некоторых игр начинается и сразу время-то идет уже. Но вы можете повысить шанс своих подопечных, пройдя небольшое обучение. Да. Удерживайте, чтобы двигать камеру. Правую кнопку. Чтобы выбрать подселенца, нажмите на его значок. Нажмите на значок еще раз, чтобы сфокусировать камеру на подселенце. Вы можете выбирать, чем подселенцы будут заниматься. В первую очередь, устанавливая приоритет для их навыков. У каждого подселенца свои предпочтения и предосположенность к разной работе. Ну, как о римворде. Выберите навык собирательства. Повысите приоритет собирательства до максимума. Этот навык позволяет собирать простые вещи, для которых не нужны оружия. Ягоды, ветки, камни. А тут сказано, у него бонус. А где тут? А, вот тут, рожицы. Ой, давай тогда на собирательство. Ща. Вот этот вот мужик. Они меня... Блин, они все-таки хотят, чтобы я этому собирательство назначил. Собирательство... Собирать простые вещи, для которых не нужны орудия. Ягоды и ветки, камни. Приоритет до максимума. А, вот как он. То есть, вверх. Теперь этот поселенец будет в первую очередь заниматься собирательством. Изменяйте приоритеты навыков, распределяйте работу и сооружайте постройки, чтобы удовлетворять все потребности своих подопечных. Время от времени им даже придется работать на износ. Это испортит им настроение, но иногда по-другому не выжить. Режим работы. На износ. Этот поселенец теперь работает на износ. Он будет работать, пока не выбьется из силы и начнет терять настроение в сверхурочное время. Плохое настроение отрицательно влияет на скорость работы и обучения. Нажмите еще раз. Теперь этот поселенец отдыхает. Отдых поднимает настроение. Кроме того, во время отдыха поселенцы могут вздремнуть, чтобы удовлетворить потребность во сне. Этот поселенец вернулся к обычному режиму работы. Почти все в игре можно остановить. Когда эта кнопка включена, поселенцы, предметы и постройки бездействуют или игнорируются. Теперь этот поселенец остановлен. Когда вы снимете остановку, он возьмется за другое занятие. Поселенец снова готов взяться за работу. Время разместить пару предметов, чтобы поселенцы могли удовлетворять свои потребности. Сперва обозначим место для питья. Откройте вкладку предметы. Выберите место для питья. Толить жажду водой из озера. Возможно расстройство желудка. Требуется побережье. Обозначьте место для питья, нажав на мелководье возле чистого побережья. Но тут как бы эти камыши, я не думаю, что это очень чисто или тут есть где-то. Че, типа вот здесь вот? Выберите место для мытья. Прыгайте в озеро, чтобы помыться. Потребуется побережье. На месте для мытья поселенцы могут удовлетворять потребность чистоте. Чистота снижается время работы и особенно после визита в уборную. Ой. Давайте подальше где-нибудь. Вот здесь вот, например, как раз камушки. Чтобы в разных они, так сказать, местах это делали. Место для сна. Некоторые предметы можно повернуть на среднюю кнопку мыши, либо на R. Попробуйте повернуть место для сна. Как закончите, расположите место для сна на чистом участке земли. Ну давай вот между, так сказать. Теперь ваши подопечные могут удовлетворять потребность в воде, чистоте и с ней. Следующий шаг – сбор пищи. Чтобы отправить поселенцев собирать базовые ресурсы, нужно назначить им работу. Отметьте несколько кустов с ягодами, чтобы собрать еду. Открутите вкладку «Работа». Собрать ягоды. Разместите 5 заданий собрать ягоды. Подсказка ягоды быстро портится, так что не собирайте слишком много. Ать, двать, трить, четыре, пять. С помощью пробела можно снимать, ставить на паузу, нажмите, чтобы снять игру. Окей. Скорость игры 1, 2, 3. Подождите, пока подопечные соберут ягоды. Ух ты, прикольно. Раздавайте занятия. Так, и на паузу. Собрав ягоду, вы открыли доступ к складу пищи. Склады позволяют хранить ресурсы в одном месте. Выберите склад пищи. Выделите небольшую область, 2 на 2 клетки под склад пищи. Выберите размещенный склад пищи. Почти всему в игре можно задать приоритет. Поселенцы будут браться за работу с высоким приоритетом раньше, чем с другие дела, требующие того же навыка. Поднимите приоритет склада пищи до 10. Теперь ваши подопечные будут первым делом заполнять этот склад пищи, как бы далеко он не находился. Вы можете сбросить приоритет сразу со всех складов, нажав на кнопку сбросить приоритет складов в правом нижнем углу. Вы можете выбирать, что разрешено хранить на каждом складе. Нажмите на значок ягод, чтобы запретить хранить их на этом складе. Вся еда, которую вы откроете, появится в настройках склада. Нажмите еще раз, чтобы разрешить. Так. Склад пищи готов. Поселенцы будут заполнять его с помощью навыка складирования. Нажмите, чтобы снять игру с паузы. Да ладно, уже пошли вмыться. Также склады можно расширять, при этом все их настройки сохраняются. Теперь выделите область за его пределами, чтобы расширить склад. Ать, подожди, я еще не закончил. А, или закончил. Да, закончил получается. Для сбора более продвинутых ресурсов вашим подвечным нужны орудия. Соберите камни и ветки, чтобы открыть рабочее место. Выделите камень, значит, две работы. Давай, вот здесь как раз-то мешаются. Слушай, неплохо, так миленько. Открыты ингредиенты. Соберите ветки, чтобы построить рабочее место. А ветки как выглядят? Или прям с деревьев? Ну, видимо, с деревьев. А сколько веток-то надо? А как отменить? Да, давай ветки здесь уж собирать, раз уж мы... Так, собрав камни и ветки, выкрыли доступ к рабочему месту. На рабочем месте из доступных ресурсов можно создавать орудия и предметы. Разместить рабочее место на чистом участке земли. Ну, где? Рядом со складом, что ли? Его надо еще построить, или уже они просто там начнут шлисть? Открытый каменный серп. Так, каменный серп нужен для сбора травы и камыша. Нажмите, чтобы соорудить каменный серп. Соберите ветки, чтобы осмастерить каменный серп. Откроете. Так, работа. Выберите собрать ветки. Сколько их собрать? Столько, сколько сможете. Причем деревья-то остаются почему-то. Выберите построен рабочее место. Прогресс создания виден на этой кнопке. Если на нее нажать, предмет будет удален из очереди постройки, но давайте пока этого не делать. Подождите, пока ваши подопечные соберут все нужные ресурсы. Смастеритесь серп. Не забывайте, что вы можете уткать время. Интересно, а по умолчанию делает при прочих равных Тау, у которой склонность к этой деятельности? Или как? Так, нажмите, чтобы закрыть вкладку. Другой способ назначать работу. Отмечите ее на карте. Каменный серп открывает доступ к покосу травы. Попробуйте нажать на камыш на побережье. Скосить камыш или солому или траву для молотилки. Камыш хороший источник соломы. Выделите область для покоса травы. Камыш для заготовки сена. Вау. Прикольная анимация. Солом открыл доступ к соломенным стенам, соломенным крышам и различным орудиям. Собирайте ресурсы, создавайте предметы, чтобы открыть еще больше всего. Вот и конец вводного обучения. Сейчас вы получите полный контроль над кланом. Уведомления будут появляться справа, если что потребует вашего внимания. Помните, что вы всегда можете нажать на уведомление, чтобы увидеть подсказки. Пробуйте. Если вам не нужны подсказки, уведомления можно скрывать. Готовьтесь к зиме. Ваши подопечные не выживут без пищи. Тепла и укрытия. Нажмите на уведомление, чтобы завершить обучение. Я не готов. Так, нужно больше постелей. Ну, логично. Ладно. Так, я перенес место для питья сюда поближе, потому что у меня тут было даже, что типа два места надо, а то одно слишком мало. Также приказал вырубить здесь камыш. Также я назначил два места для мытья. Обучение идеи. Что это? Поселенцы открывают идеи, когда мастерят предметы и собирают ресурсы. Вкладки со значком замка означают, что в них появилось что-то новое. На вкладке идей показаны все требования для создания и открытия предметов. Все новые открытия показаны в левой части экрана. Также их можно найти во вкладках со значком замка, чтобы завершить это обучение. Нажмите на новое открытие, чтобы найти его. Так, в общем, я всем перераспределил обязанности. Не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. Я как сделал. Ну, это пока что первый такой тестовый план. Значит, все, что им не нравится, я поставил у всех в самый низший приоритет. Все, что им нравится и все, в чем они в два раза быстрее обучаются, на первые и вторые места. Посмотрим, как они со всем справятся. Так, в игре есть сохранение. Как его надо? Enter? Нажмите. 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 Так, чтобы переработать семена в солому, нужна молотилка. Я не знаю, тоже ее здесь, что ли, рядом построить. Ну, давай, допустим. А как мне там, например... А, каменный серп. Как мне дерево срубить? Они бы, наверное, пока еще не могут ничего делать. Я хочу просто здесь местность расчистить. Кое-где здесь уже для... Где требуется, так сказать, питье воды. Они вроде должны этим заняться. Для выращивания травы на корм животным. В молотилке можно перерабатывать траву в семена и солому. Две клетки с травой. Вот эта, что ли? Теперь поселиться нужно переработать в коршинную траву. Теперь одна партия травы будет переработана в семена и солому. Но иногда полезно иметь постоянный запас определенных компонентов. Солома часто используется для ремесла. Так что давайте настроим для нее автопроизводство. Это что? А, автопроизводство. На 100 сотни, чтобы всегда запас зерна на 100 стогов пополнялся. О, отлично. Тоже как в ремворде. Вы можете форсировать приоритет большинства работ. Поселенцы будут браться за форсированную работу и в самую первую очередь, независимо от порядка их навыков. Форсирование позволяет разобраться с непредвиденными ситуациями, не изменяя приоритеты навыков поселенцев. Когда обучение закончится, с помощью этой кнопки можно будет быстро выбрать чертеж. Земледелие это навык, необходимый для работы молотилки. Земледельцы будут относить траву на переработку в молотилку. Молотилка производит сено для строительства и семена для земледелия. Сено может загореться. Некоторые животные едят семена. Ловушка для угря. Охота. Открывает кучу всего. Требуется побережье. Надежный источник пищи, если озера не истощены. Останавливается в холод. Кстати, да, на зиму, блин, у меня тут уже столько этих, но на зиму как бы ничего не пригодно. Ну, я не знаю. Давай здесь попробуем ловушку для угря. Или как? Открытый камыш. Бонус скорости воспламеняемость низкая. Это то, что я могу сажать, понятно. Но у меня тут камыша и так достаточно. Он сейчас закончит строительство клетки для угря. Открытый костер. Сырой угорь. Могу автопроизводство сделать. Почему бы нет? Пусть до 10 постоянно делают. Так, костер. Но это опасно, как бы тут у них не загорелось. С другой стороны, все равно на зиму потребуется. Поэтому, почему бы нет. Ограничитель. Жареный угорь. Пусть 10 жареных угрей делают. Каменная мотыга. Наверное, да. Имеет смысл как минимум автопроизводств. Несколько. Ну, значит, что бы несколько было инструментов про запас. Пусть каменного серпа будет 2. Отлично. Ловушки для угря обеспечивают клан едой весной, летом и осенью. Выберите ловушку. Снова нажмите на серп, чтобы назначить вылов двух партий. С помощью этой кнопки можно приказать поселенцам не работать до завтра. Эта кнопка прикажет поселенцам повторять очередь по стройке. Это значит, что ваши подопечные будут ловить угрей 2 раза в день, затем до следующего дня и повторять это действие. Установите приоритет ловушки угря на 10. Тем самым прикажете охотнику устанавливать ловушку каждый день, чтобы у повара всегда были ингредиенты. Повести приоритет навыка охоты этого поселенца, чтобы каждое утро он первым делом ставил ловушку для угря. Так, это я знаю, это отменить. Я не хочу уже приоритет, ему уже нормально все сделал. Костер. Я уже построил его. Так, ограничители и готовка. Костер открыл доступ к ограничению склада. Ограничение склада позволяет запросить поселенцам складывать вещи в определенной области. Это поможет вам держать некоторые вещи подальше от огня. Для тушения пожаров понадобятся глиняные кувшины с водой. Нажмите, чтобы закрыть вкладку. Нажмите на костер. Так, это я уже сделал. Да, уже тоже сделал. А, ловушка тут как, кстати, врастика будто заполняется. О, а это кто у меня? Курица. Сытые пища. Навоз. Любопытно. Каменная мотыга. Ветки. Ой, а что, нельзя назначить определенное количество веток, кстати? Так, ветки я назначил. Куча веток открыл. Ух ты, у меня тут лиса. Смотри. Охотится. Блин, еще моих этих кур сожрет. Место для хранения веток. Восполняемость средняя. Почему бы нет? Хотя одно место, пока одного места будет достаточно. Нормально. Интересно, сколько там веток это все вмещает? Нужно больше уборных. Выгребная яма. Я отказываюсь объяснять, что это. Частота, естественно. А я думал здесь, а не где вот чистоту. Ну, слишком далеко, чтобы не отходить. Давай вот здесь две выгребных ямы построим. Открыта бечевка. Обучение имущества. Вкладка имущества позволяет следить за тем, сколько вещей у вас в наличии и где они находятся. Давайте найдем орудие, которое вы недавно смастерили. Нажмите, чтобы найти орудие. Вот оно. Первым делом производятся предметы из ручной очереди постройки. Автопроизводство начнется только когда очередь постройки опустеет и будет установлен до завтра. Каменный топор. О, наконец, деревья. Давай, чтобы два всегда у нас было. Ой, бечевка. Пусть до пяти, да, всегда будет. Глина. Можно добыть на побережье. И чё, а прям добудем и всё, и она закончится или что? Сено приказал вот здесь вот рубить. Угольная печь. Производит уголь из веток. Воспламеняемость не горит. Странно. То есть, можно прям рядом с ветками, что ли, поставить и всё будет нормально или что? Да, веток тут вроде много вмещается. Ну, давай тогда. Раз она не горит. Надеюсь, они меня не накололи. Открыто бревно. Каменная кирка. Ух ты, сколько всего. Пусть будет две штуки, вдруг одну на продажу. Обучение. Список навыков. Список навыков позволяет сравнить приоритеты ваших подопечных. Следите за тем, чтобы у кланов всегда были повар, ремесленник, строитель, охотник и земледелец. Выберите земледелие, чтобы показать соответствующий навык. У некоторых поселенцев есть талант к определенной работе. Кроме того, иногда им может нравиться работа или не нравится. Выберите навык земледелия у этого поселенца. С помощью этих кнопок можно изменять приоритет навыков. Если вам кажется, что какая-то работа выполняется слишком медленно, измените ее приоритет в списке навыков. Открыто уголь. Воспламеняемость высокая. Топливо для домницы, кузни, печи и всего, что нужно очень сильно нагреть. Воспламеняемость высокая, сказано. Ну, да даже не знаю. Ну, пусть будет 30 угля вдруг на зиму. Опять веток недостаточно, чтоб тебя. Давай деревья срубим, потому что они здесь мешаются. Заодно посмотрим. Дают за это дерево много, ну, веток, точнее. Ну-ка, у кого сейчас дерево срубится. Это я не понял вообще, что из него. Бревна, ведро для глины. Да, ветки тоже, да. Деревья рубят, щепки летят, как говорится. Камни. Разделочный стол. Воспламеняемость средняя. Ну, пусть у нас рабочий уголок вот здесь будет такой. О, стены. Стена из веток. Окружение внутри минус 4, снаружи такое. Это так, пол. Внутри минус 10. Что значит минус 10? Бонус к скорости 11. Что, пол шили построить? Ну, чтобы они спали не на сырой земле. Ну, давай вот где их в койке пол построим. Предметы хранилища. Емкость для глины. Воспламеняемость низкая. Вот сюда. Трава. А это что такое? Паханая почва. Бонус к плодовитости. Культура. Камыш, трава. Нафиг надо. Хотя, возможно, мне надо это сделать, чтобы чего-то они выучили. Ну, давай тогда просто спаханую почву. Потом посадим часть траву. Часть камыша. Ой, наверное, камыш только здесь где-то можно посадить. Посмотрим. Открыто убрать все. Добывать камень. Камень-то вон. Добывать грави. Камень-то далековато у меня находится, конечно. Но почему бы нет? Здесь можно хранить орудия. Давай, будем здесь хранить. Так, убрать все, чтобы на клетке было пустое. Идеи какие-то у меня там новые. Флейт, веселье. И что, и сколько мне дудистов таких сделать? Пусть в 5 флейт будет. Пол из гравия. Давай, кстати, лучше вот этот заменим на пол из гравия. Он более качественный. Смотрите, какой-то карапуз. Ну, как вы думаете, я готов к зиме? Конечно же, нет. Слушай, а где сезон-то посмотреть вообще? Вообще, что сейчас? А, вот год один, лето, закат. Температура на улице, холод от ветра. Перед сном поселенцы попробуют удовлетворить свои потребности. Помните, что при необходимости они могут работать на износ. Нажмите, чтобы закрыть вкладку. Да помню я это. Так, печь. Производит глиняную посуду, плитку и кирпичи. О, это уже серьезное. Воспламеняемость не горит. Почему печи не горят? Для меня это загадка, но... Я тому и рад. Чего они дерево не срубили? Я же приказывал здесь дерево срубить. Вот, кстати, вот они спят. Мне кажется, моих этих петухов кто-то... Текущее занятие без ухода. А как за ними ухаживать-то? Ух ты, она, смотрите, младенца взяла на руки. Она младенца взяла на руки, смотрите. Он спать не мог или что-то типа того. Она ее на руки взяла. И она грустит. Он боится диких животных, что ли, или что? Приятная беседа, развлекается, приспичила. Сочи нужно по-большому. Слабый свет, грязная, сытая, разговаривает. Ну, хотя бы сытая. Текущее здание справляет нужду. Ты прямо здесь справляешь ее? Э, отойди. О, он его на руки взял, офигеть. Смотри. Он его в грибную яму отвел. Типа вот, делай каки. Какисы делай. Смотри, и там сердечки даже показываются. А теперь это знак ухода. Он ему вытер, что ли? И теперь идет его мыть. Он идет его мыть, смотри. Ха-ха. Жесть. Ухаживает за ним. И сердечки, сердечки идут. Потому что он сам не может слишком мелкий. Вот это да. Я такое впервые вижу, наверное. Я сначала думал, конечно, что это как клоун Римворда, но такой детализации там не было. Это очень круто. Сон. Для комфортного сна им нужна темная, тихая и теплая комната с крышей. Поселенцы просыпаются на рассвете, но те, кто работал на износ, могут проспать и слишком устали. Утром, прежде чем приступать к работе, поселенцы постараются удовлетворить свои потребности. Ну, понятно. Я тут пока еще, извините, не дорос. Стены, стена из веток. Каменная стена. Поддерживает крышу. О, блин, я хочу каменную стену. Что, мне пока что общак тут сделать или что? Такой как бы. Давайте общак пока тут сделаем. Ой, а стена, а как мне двери-то где сделать? Крыши, каменная крыша. А ее надо везде, строитель только? А, да, наверное, везде. О, каменный пол. Ни хрена, это очень большой бонус дает. Так что, давай его вот здесь. Как мне дверь сделать? Нет, не каменная крыша, а каменная стена. Да, ну вот здесь вот сделаем. Я не знаю. Пока что я дверей не могу устроить. День второй. Вы можете выбрать сразу все одинаковые предметы с помощью мультивыбора. Давайте выберем всех поселенцев на экране. Для этого два щелкните на поселенца. Мультивыбор позволяет на временное изменятие на одинаковые предметы. Попробуйте выбрать всех поселенцев и нажать левый shift, нажав. Выберите трех поселенцев, нажав левый control. Нажмите на уведомление, чтобы сразу же найти следующий предмет для работы. Для некоторых проблем существует несколько решений. Чтобы их показать, нажмите на уведомление. Понятно. Так, а кстати, камни они тут срубили или нет? Нет еще. Да, камни мне, кстати, потребуется много, я чувствую. Добывать камень. Крыша. Соломенная крыша. А в чем прикол? Восполняемость высокая, а каменная крыша не горит. Стабильность крыши 2, соломенность 3. Стабильность... Типа соломенная более стабильная... Чем ниже стабильность, тем хуже. Но зато она горит. Я уже посмотрел скриншоты в стиме игры, что там сплошные пожары. Так что нафиг, я буду из камня лучше строить. Это как про трех поросят, сами знаете тут. О, вот дверь. Соломенная дверь. Правда, воспламеняемость высокая. Ну пусть для начала такую построим, может потом откроются нормальные. Сейчас они тут некоторые работают, закончатся, а то мне некогда. Может... А, охотиться я пока не могу. Сушеные грибы долго не портятся. Копченое мясо тоже долго не портятся. И семена травы. Для выращивания травы на корм животному. О, они начали строить, наконец. Огонь. Открыто, общий. Глина требуется. Глина бесконечная, что ли, тут? Тюфяк. Намного лучше, чем спать на голой земле. Вау. Мы растем. Открыто, стойка для орудий. Сток сена. Груда камней. Так, давай перенесем ведро для глины, тогда. Кучу веток тоже. Для поленьев. Поленье. Полка для мяса. Куча валунов. Куча соломы. Стойка для орудий. Почему бы нет? Открыто дерево. О, у меня тут уже грядки. Бревенчатая стена. Ну, воспламеняемость уже не хочу. Базовую потребность коврик. Позвать сохранить полы в чистоте, не нужен для пола из гравия и грязи. Ну, на входе, что ли, его постелить? Вот здесь, типа. А что-то дверь отменилась. Я не понял. Наверное, коврик перед входом. Перед входом, да. Место для шитья одежды. Ну, почему бы нет? В земледеле. Постилка повышает показатели ухода. Домашние животные испускают тепло и могут согревать комнаты. Вот здоровье. Что, их к себе мне сюда приютить? Или рядом, а то будет антисанитария. Ладно, давай для домашних животных вот здесь вот. Могу дерево еще посадить. Ну, можно одно просто по приколу посадить. Вдруг опыт даст общий. Здесь можно сказать, что не умерло и не испортилось. Общий склад. Семена льна, семена льна, овса открыл. Откажись, и камень тут закончился. Или нет? Или вот здесь прям до хрена. Ну, давайте все выформим. Стена из обмазки. Что это такое? Воспоминяемость низкая. Но каменная вообще не горит. Ну, неплохо. Волун тащит, ни хрена себе. А, это на пол. Ни хрена себе пол красивый, кстати. Или это крыша, я не пойму. Не, похоже на пол. Койки потихоньку строим. Что, он жрать хочет, что ли? Прикажу, на всякий случай, собирать ягоды и грибы тут поблизости. А то, блин, еще сейчас не хватало. Корзина для продуктов. Стойка для флейт. Куст ягод. Тоже теперь можно выращивать. Может, вот здесь, прямо на плодородной почве попробовать. Ну, они растут весной и летом только. О, дерево, кстати, тут посадили уже. Прикольно. О, вот как он камень фармит, смотрите. Надеюсь, блин, ой, надо сохраниться. Сейчас еще ему на бушку все это заброшится. Как в Римворде, я помню. Там, когда фармишь, типа, все потом рухнет нахер. Надеюсь, тут не так. Это огромные валуны есть, а есть просто камни. Так, ну ладно, мы потом узнаем, на него это все обрушилось или нет. Что-то тень большая очень. Мешок. Не, вроде не обрушивается, все нормально. В Римворде они реально по-тупому сделали. Как будто я сверху не могу. Если уж фармишь такую груду, тут ты можешь и сверху ее... Это самое. Лук. А, нет. Или да. Силки. Пусть два силка будет. Простой лук. Я без понятия, зачем он, но я хочу побольше таких штук. Пусть будет пять штук. Ну, заяц, погоди. А, это только для зайца? Да я уже приказал. Охота. Паровилка. Высушивай шкуры для шитья и дублин, открывай кучу всего. Останавливается в дождь. Вспоминаемость средняя. Мешок для хранения муки и удобрений. Не понял. Пусть будет пять штук. Ой, а что это моется? Блин, я аж испугался, что с ним что-то. Красная эта надпись его моют. Поддон для зерна. Базы подряд. Могила, охренеть. Два мешка нужно. Внутри, снаружи. Ну, да, не очень-то красиво тут. Я не знаю. Давай вот здесь вот две построим. Так, поддон для зерна. Земледелие. Компост. Собирайте с помощью ведра для навоза и объединяйте со смолой. Зерно и мешком, чтобы создать удобрения. О, штаны из мешковины, рубаха из мешковины. Тепло 200, настроение минус 400. Типа настолько они голимые. Давайте по одной штучке создадим. Семена овса, наверное, тоже штучно создам. Типа то, что это, видимо, я не создал. Потому что если мы это создадим, нам опыт какой-то даст. И, может, они новое открытие сделают. Немного согревает эта рубаха. Оно выглядит ужасно. Еще и чешется. Бечевки, кстати, 30 штук требуется. Так что давайте ее до 30 и будем делать. Охотиться на зверей. Кролики это не только ценные шкуры, но и хороший источник мяса. Выберите работу охота. Нажмите на кролика, чтобы охотиться на него. Вы также можете выделить область, чтобы пометить сразу несколько животных. Я, правда, их здесь не вижу. А, вон он. Теперь один из поселенцев вооружится луком и пойдет охотиться на кролика. Пойманный кролик отправится прямиком на разделочный стол, где будет пущено мясо и шкуры. Чтобы получить из строя шкулы и пригодную к использованию сухую шкуру, нужна провилка. Что, он прям сейчас пойдет охотиться? Да, наверное, нужно мне уменьшить количество луков. Нафиг мне столько. Два достаточно. И флейт тоже. Две достаточно тут что-то. Зато койки у всех есть теперь. Извини меня, я как скаканул в развитии. Грибов достаточно. Ягод мало. А, ну они их, наверное, потому что сжирают. О, теперь у меня эти. Несушка, несушка, петух. Вот они здесь теперь. Им есть где спать. Отлично. Семена овса нужны как корм для животных. А то они мне тут еще дохнуть начнут. Пусть тоже соточку сделают. Для выращивания травы на корм животным. Ну, тоже пускай соточка. Семена льна. Я не знаю, зачем они мне. Ну, пускай тоже соточка будет. Стебли льна. Тоже пускай соточка будет. Нормас. Обучение одежды. Поселенцы сами следят за свои одежды. Они носят несколько слоев одежды, поэтому желательно создавать вещи всех типов. К осени и зиме рекомендуется запастись одеждой из шерсти или даже из мешковины. Корзина для одежды. Да, у меня уже есть. Прикольно. Этот малой, короче, за этим ходит. За папиком. Они о чем-то разговаривают, о животных. Он все радуется. Офигеть. Этот пока фармит. Малой за ним все бегает. Страшилки рассказывает. А этот говорит, типа, что тебе соску типа дать? Опять тоже ему страшилку рассказал. А малой угорает. Теперь пожрать дай. Дай то, дай сё. Конечно же, ведь это ответственность, а не развлечение. Хотя временами, может быть, весело. Ну, хорошие они родители. Вот я к чему. Накидка из мешковины. Знать бы еще что лучше. Свалка. Хранится то, что испортится, когда все сгнет, когда останется удобренная почва. А, удобренная почва. Ну, что здесь, что ли, тогда? Я не знаю. Это что? Давай где маги... Блин. Давай где... Какого-либо лешего. Вот так вот все уберем и здесь сделаем удобренную почву. Хотя бы одну. Теперь цветочки будут расти. Да, слушай, травы у меня прям дефицит. Я уж думал, тут что-то другое будет в дефиците, но оказалось, это именно трава. Может быть, ее, кстати, имеет смысл, как можно больше запасти на зиму. Камней очень много. Силки открыты. Для лучшего эффекта поставьте рядом с кроличьей норой. А где кроличья нора? И насколько она глубока? Где кроличья нора и насколько она глубока? А, вот кроличья нора. То есть и тут написано, что это, типа, постоянный источник будет этих кролей или что. У меня их тут до хера поставить или одна уже как бы обузит? Она дорогая? Силки? Вроде нет. Давай все тут уставим, реально посмотрим. Так, ну я очень много этих, вокруг кроличьих норпы наставил. Ну, прям не всю карту, но вот здесь вот, конкретно вот в этой области, вот в этой я вот все. Сколько я их поставил тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть полностью застроенных со всех сторон кроличьих нор. Посмотрим. Вот прикольно. Валунов нету. Есть глина тут везде на стенах. То есть каменная стена строится из глины и валунов. Силки требуются, да. Силков уже не достаточно. А вот силки, вот теперь, сколько там мне требуется? Ну пусть семь штук. Сорок шесть. Ладно, нормас. Понятно, вот здесь для открытий наводишь, пишется, что надо. На таких черно-белых открытиях. Немножко, конечно, мочильня для льна. А, стебли льна нужно 25. 25. Ну, я их должен сделать. Пока еще до этого не дорос. Открыто трупы, охренеть. Здесь можно складывать туши животных и прятать трупы. Ох. Место для экскрементов. Типа, чтобы удобрения из них делать или еще? Воспоминяемость средняя. Всевозможных отходов жизнедеятельности. Ну, давай рядом с выгребной ямой, да? Логично. Ведро для навоза требуется. Переносить кал в нем можно. Очень. А почему я не могу бесконечно ведра для навоза назначить? Три ведра для навоза достаточно, чтобы в нем переносить кало. Или кало слишком много, чтобы его переносить в трех ведрах для навоза. Ух ты, валунов 90. Не абы сколько, а 98. Они охренели, что ли? Откуда у меня столько валунов, по их мнению, должно быть? Придется вот здесь уж или все выфармливать? Ну, видимо. Ладно, давай выфармим. Шо ж поделаешь. Дверь хлева. Хлев это для животных, как я понимаю. О, я дверь, кстати, сделал, потому что. Воспоминяемость средняя. Ну, давай, прям напротив, вот здесь. Обеспечивает проход только для мелкой жирности и впускает свет в комнату. Для крупных животных. Ой, блин, я откуда знаю. Отпускает свет в комнату. Я даже не знаю окон, сколько мне тут надо делать. Давай здесь и здесь. Соломенную занавеску одну, просто по приколу. Вдруг это что-то открывает. Что, из глины хлев построим? Надеюсь, этого достаточно будет им. О, у меня сток сена полностью заполнен. Груды камней тоже тут много. Ведро для... А вот глины что-то многовато. Людмей до конца пищит, хорошо. А что это у него троечка написано? Стыд от прелюдии. А, от прелюдного испражнения. Кто-то видел, как я ходил по-большому. Охереть. Охереть у них тут, слышите, растут требования. Мне еще им отдельные кабинки делать, серьезно? Ну, блин. Ладно, давай сделаем. Пожалуйста, коврики перед туалетами. Я из глины, конечно, но ничего страшного. Чтобы настроение не портилось, любой каприз за ваш фарм. Свободная койка, ничего себе. Оповещает путников о том, что здесь можно переночевать. Открывает кучу сила. Уголь, солома. Так в хлеву пусть. Пусть в хлеву. Ночуют, правильно? Я говорю или нет. Если потом выяснится, что им там нужны суперусловия, конечно, мы, так сказать, улучшим их. Но пока пусть так. Камыш, походу, тут тоже сам растет. Это хорошо. Вот селок. Хрен знает. Наверное, да, еще пока до него дойти должны. А из нормы написано, что будут выскакивать, я надеюсь. Поэтому пригодится. Глиняный кирпич. Кувшины с жидкостью. Типа, чтобы тушить пожары. Плитка нужна для крыши красивого пола. Кувшинов поделаем побольше. Для кузни, домниц и кухни пола, стен. Ну давай. Я думаю, соточка нам кирпичей. Не помешает. Еще плитка. Тоже соточка, думаю, не помешает. Вот у меня где-то минут 10 назад было 407 где-то занятий. Сейчас у них было там больше 500, но они иногда очень быстро цепочку занятий выполняют. Она слишком медленно. А че это такой инструмент сломался? Че красное написано? У меня же постоянно должно определенное количество этих инструментов быть. Например, каменная мотыга. Стопудово. Не надо мне тут выдумывать. Или они предлагают мне увеличить их количество. Ну давай увеличим на единичку. Открытый палец. Чем важнее почва, тем быстрее на ней что-то вырастет, тем меньше вероятность пожара. Это просто по приколу. Разжечь можно, отличный способ. А также тушение пожаров. Но огонь может выйти из-под контроля. Нормально. Я так понимаю, это открытие, которое не обязательно мне на практике делать. Потому что... Потому. В всякий случай я одежды побольше поставил. В очередь на производство. А то мало ли. Какой-нибудь сезон сменится и начнется капец. Ну дом я был лоховской. Очень давно мог построить. Но я страдаю перфекционизмом. Сразу хочу построить суперкрутое. Он требует много валунов. Ну и как бы вы сами понимаете, что валунов мало. Вот смотрите, сколько я тут вырубил. Только 4 валуна. Настойчивый дефицит. День пятый. Тогда вот при наведении, допустим, на камыш. Тут показывается в левом верхнем углу добыть солома. То есть что это добыть солома? Если я наведу вот сюда, покажет добыть сено. Вот сюда вот наведу. Овес. Добыть связка овса. Связка льна вот здесь вот. Кстати. Лисицу я поохочусь, пожалуй. Вентиляция позволяет пропускать тепло между комнатами. Еще одну соломиную дверь вот здесь устанавливаю. Твоим очень долго все это обходить. Кровь. Откуда здесь кровь? Наверное, какое-то животное тащили. А, и здесь кровь. Ну, ну, здесь разделывают. Надо еще это убирать. Кстати, либо она сама высыхает, видимо. Вот уменьшается. Но она портит, конечно, внутри и снаружи. Вид. Зато не горит. Наверное, я по этой причине костер переставлю именно вот сюда, потому что он портит внутри, как бы, впечатление. Блин, валун даже на каменную крышу нужен. Более того, нужно два бревна на эту крышу. Мочильня для оленя. Что-то я ее никуда не могу воткнуть здесь. О, кстати, зацените, как коврик поизносился. Нужно его ремонт... О! Дедок отремонтил, красава. То есть тут еще какие-то предметы ломаются, изнашиваются. А, тут все изнашивается? Потому что я смотрю, даже эти... Поленицы и так далее, все это имеет свой износ. Конечно, с едой что-то надо придумать, потому что... Сейчас-то, ладно, я ее имею, но что будет потом? Что будет зимой? Когда нельзя будет так просто ее раздобыть? Это, конечно, загадка. А, у коврика 19 из 20 использования и так далее, чтобы грязь не заносить. Блин, валун и, походу, это самое ценное в этой игре, что ли? Не знаю. Хотя, наверное, пищи ценнее, я фиг знает. Развил иммунитет к простуде, антитела. Потревожный сон, сытый, спит на улице. Но это мы сейчас одиночество поговорить бы с кем-нибудь. Ладно, сейчас мы потихоньку спираем. Блин, туалет все никак не могут достроить. И пни тут еще надо выкорчевывать. Почему-то каменная мотыга написана 0, хотя у меня сказано черным по белому автопроизводство. Какого? Лешего. Каменная кирка. Типа сломалась. И они не делают так, что ли? Ну, смотри, смотрят за детьми Дмитра. Мелкий смотрит за другими детьми. Прикольно, подросток. Он, причем, и таскает этого мелкого. Смотри, он его отвел по нужде, потом сейчас отвел его помыть. Они что-то вот разговаривают. Все разговаривают втроем. Прикольно, офигеть. Еще и дед пришел тут разговаривать все. Мелкого моет, наверное. Они ему инструкции дают. Я так, а-а-а. Жрать надо, блин. Теперь мелкий за этим хуном. Офигеть. Соску, соску. Покакать. Я же только что какал. Любовь. Покакать. Любовь. Соску. Какать. Еда. Именно в таком порядке. Так, я печи. И угольной печи приоритет поставил первыми. Потому что они... Ну, там время нужно. То есть там не нужно, чтобы кто-то присутствовал. Но... Открытый кирпичный пол. Нифига. Каменная стена. А, она просто красивая. Кстати, место для строя монтажа. Кстати, можно заменить она... А, блин. Кирпичи, наверное, дохера стоят. Вот в чем проблема. Глина, уголь. А, ну, в принципе, кстати, не так дорого. Ну, ладно. Это то, что... Пусть общага будет каменная. А потом уже личный покой я буду строить из вот этого... Супер ВИП-материала. Слушай, а может тогда кирпичный пол уже заменить вот этой всей хренью? Ну-ка. Сейчас я заодно посмотрим. Кирпичный пол. Ну что, я вас поздравляю. Мы полностью оградили. Но еще крыша не готова и пол не готов. И хлев мы тоже полностью оградили, кстати. Ой, толчки готовы. Самое основное. Они теперь могут не ловить дебафы. Когда кто-то видит, как они справляют нужду. И потихоньку грядки готовлю. Но, наверное, я их уже не успею. О! Смотри, как пол быстро прошло, как дело. И валуны освобождают. Как раз из-за них можно будет крышу заделать. Супер. Да, крышу, кажется, уже начали делать потихоньку. Домниц создает слитки из руды и угля. Открывает кучу всего. Хранилище. Место для стройматериалов. Кэш. 8 дней уже. Но это пока лето, пока халява. Крюч, у меня такое впечатление, что почему-то это не работает. Производство. Вот это вот автоподдержание, скорее всего, похоже на баг. Вот, попробую вот так вот. Опа, сырая шкура. Качество, состояние. Нужно высушить, пока не сгнила. Ой-ой-ой-ой-ой. А где у меня тут стойка для этих долбанных шкур? А, я провилку, блин, не это. Ладно. Я поставил бечевку и чтоб провилку. Тьфу ты, блин, быстрее они сделали. О, провилка. Прогресс, а что за прогресс-то? А ну-ка, иди быстро туда. Меховая накидка. Как на провилку, давайте быстрее кожу делайте. Пошло дело. Кожа же портится, вы чё. О, меховая туника. Уже лучше. Сухих шкур требует. Ну вот тут нельзя, как в римворде, всё-таки выбрать вручную. То есть только через приоритеты. То есть я не могу ему приказать дальше, чтобы он сейчас на проверку что-то пошёл делать. Хотя бечёбок я много наделал. Камыш можно вот так вот сажать здесь. Наверное, даже не то, что можно, а нужно. Скорее всего, вот так вот просто нажимаешь, всё выделяешь. И засеиваешь им максимально. А то потом, хрен знает, он когда сам вырастет, ещё не хватало столкнуться с дефицитом. Ой, ягоды испорчились, и грибы испортились. Как же так, корзина для продуктов. И здесь тоже жрачка. Блин, жрачка портится, а не жиру тут у меня уже бесятся. Перекармливаю я их. Теперь бечёвки у меня 76 штук некуда девать. Ну вот, этот фермер сажает. Половину овса, половину льна посадил. По-моему, тут ещё в начале каждого дня сбрасывается скорость игры. Это тоже надо подправить. Чё-то эта кнопка обойти очередь, пропустить предметы для создания которых не хватает ингредиентов. Чтобы всё на месте не стояло. Чё мозгон? Уберу-ка я склад вот отсюда. Потому что здесь, короче, с костра вот так вот по периметру эти выскакивают. И может, я думаю, чём-нибудь загореться. Обучение домашней. С наступлением зимы вашей живности нужно укрыть. Слить за домашними животными можно так же, как и за членами клана. Приключитесь между домашними людьми и с домашними животными. Холод, дождь, отсутствие спальных мест и голод отрицательно влияет на показатели ухода домашних животных. Если показатели ухода падают слишком низко, животные могут заболеть и даже погибнуть. Животные испускают тепло и будут согревать друг друга, если задержать их в небольшом хлеву. Не забудьте добавить хлев в окна, чтобы там не было темно. И ворота, чтобы животные могли входить и выходить. Курам и другим маленьким животным нужна специальная дверца, в которую не смогут пройти крупные зверя. Уголь портится, так что я его вот сюда вот сделал под него склад, чтобы они перенесли. Тут, блин, дожди пошли, тут вообще все портится, капец какое-то. Придется и шкуры здесь хранить. А семена что-то вообще непонятно куда можно убрать. И для продуктов тоже всякую фигню уберу. И для зерна тоже сюда. То капец тут все портится, портится начало. Ну шо, вот, собственно, домик мой. Закончили, наконец, строительство. Где-то он с крышами-то. Вот как он с крышей выглядит. А вот как без. Я вас поздравляю. Ну а пока все. Лайки, подписки, комменты.